Вчера произошел обмен пленными, то есть это проходит в рамках общего координационного процесса, которым руководит Лубинец. Как вы прокомментируете, когда будет следующий обмен и на каком этапе сегодня в целом переговоры с Россией ведутся, по каким трекам? Если мы говорим в целом об обменном процессе, то на самом деле у нас создан штаб, который управляется господином Мусовым под, скажем так, политическим руководством господина Ермака. Там, безусловно, участвует офис омбудсмена господина Лубинца. Это большой объемный коллектив, в котором очень много различных функций, потому что Россия очень и очень негуманно подходит к тому, что такое военно-пленные в рамках такой большой войны. И, соответственно, Россия отказывается давать допуск к осмотру мест, где находятся наши военно-пленные, не подтверждает количество людей, которые так или иначе находятся в плену. Очень тяжело и очень инертно подходит к переговорному процессу как таковому, и поэтому нужно было бы привлечь и привлекает Украина и партнеров наших международных для того, чтобы вести переговоры. И, соответственно, вот по всем направлениям с десятками тяжелых переговорных площадок идут разговоры о том, чтобы забрать. Естественно, мы близимся к тому, чтобы забрать. Ну, хотим получить всех на всех, но, тем не менее, переговоры продолжаются ежедневно. И мы видим результаты непосредственно вот последний админ 45 человек, в том числе тех людей, которые были захвачены в плен и еще в Мариуполе год назад. Как вы думаете, мы видим распространение, вот мы постоянно мониторим ситуацию, как канал, который призван бороться с пропагандой и дезинформацией со стороны России, канал Freedom. Вот ваше мнение, как можно лишить Путина возможности распространять ложную информацию среди русскоязычного населения? Ведь они бросают огромные деньги, огромные бюджеты на распространение ложных данных. Мы с вами на Нобелевскую премию хотим претендовать или на какую-то научную премию? Нет, ну вот ваше мнение все-таки в текущем моменте уже... Нельзя никак избавиться от летворного влияния российской пропаганды, потому что Россия делает ставку на гибридный тип ведения любой войны. Россия в своей внешней политике исходит из принципа доминирования. Для того, чтобы обеспечить доминирование в современном мире, нужно полностью ломать реальные объективные информационные каналы. То есть, грубо говоря, нужно их замещать своими пропагандистскими каналами. Россия на это тратит гигантские бюджеты. Несопоставимые не то, что с украинским бюджетом, а с глобальными бюджетами, потому что на самом деле глобальная информационная система построена на попытке извлекать прибыль. Есть только отдельный набор стран с большими бюджетами, которые в принципе строят информационные каналы не для получения прибыли, в коммерческом смысле этого слова, а для получения пропагандистского эффекта. Избавить Россию от российской пропаганды невозможно, потому что есть очень много субъектов в разных странах, граждан этих стран, которые с удовольствием встраиваются в информационную игру, которую ведет Российская Федерация, получая за это определенные вознаграждения. Соответственно, Россия масштабирует это всегда за счет большого количества граждан иностранных государств, за счет большого количества бюджетов, которые в это тратят. Что нам нужно делать? Нам нужно не бояться с этим работать, прямо говорить, в том числе используя те языковые инструменты, которые позволяют на эту среду влиять, потому что Россия оперирует не только англоязычными, франкофонными, испаноязычными, арабоязычными форматами, но и русскоязычным форматом. Кстати, это очень хорошо, что Freedom работает на русском языке, потому что большое количество людей с русским языком, которые не являются гражданами России, и которые, в принципе, должны потреблять информацию на русском языке. И в этой информации должна быть альтернативная точка зрения. То есть какие у нас есть инструменты? Первое – правдивость. Второе – не боязнь использовать инструменты противодействия те же, которые использует Россия для пропагандистской обработки населения, в том числе языковой. И третья составляющая – абсолютно нормально работать на всех рынках. Еще вопрос такой тоже касается более глобальной темы. Директор ЦРУ Уильям Бернс опубликовал свою речь не так давно – «Преобразованный мир и роль интеллекта», он ее назвал. А мы, в свою очередь, Владимир Зеленский выступал перед парламентом и сказал об украинской доктрине. То есть все стремятся к некоему фундаментальному документу, условно говоря, который опишет геополитический расклад и в мире, и на нашем континенте. В итоге Бернс сообщил о том, что есть необходимость в наращивании технологий тех же чипов, чтобы обойти быстрее Китай. А какая необходимость сегодня есть у Украины, согласно украинской доктрины? Очень интересный, конечно, посыл – наращивать производство чипов, чтобы обойти кого-то. На мой взгляд, немножко по-другому мир должен быть устроен. Главное – наращивать собственный интеллект для того, чтобы кого-то обойти. То есть все-таки быть разумным человеком, опираться на логику понимания тех или иных процессов, пытаться установить причинно-следственные связи. Это, кстати, касается и Соединенных Штатов в том числе. То есть желательно строить свои анализы не на какой-то фейковой информации и заблуждаться насчет мотивов, например, России или ресурсных возможностей России и так далее. Кстати, он признал ошибку, что они не дооценивали. Мы не понимали, что будет делать Россия. Мы не ожидали, конечно, такого объема войны как таковой. Ну и кроме того, мы не ожидали, что, оказывается, от газа российского очень легко можно избавить Европу. Но мы ведь вам 10 лет рассказывали, что это будет трагедия для энергетического обеспечения Европы. Люди там просто умрут от холода и так далее. Вот желательно было подходить к этому немножко иначе. Не количество чипов производить, потому что тогда интеллект вообще не останется, а все-таки немножко читать книжки, проводить анализы, пытаться изучить такой предмет, как математический анализ, для того, чтобы точно понимать, почему Россия в этой ситуации должна проиграть войну. Почему она не в состоянии ее ресурсно вытянуть на долгий срок. И тогда вы не будете говорить, что Россия хочет замороженного конфликта, потому что у нее большой ресурс и так далее. Вы тогда, когда будете математический анализ использовать, вы тогда поймете, что учебники по стратегии и тактике войны пишутся не для того, чтобы их выставлять в книжных магазинах, а для того, чтобы реально их читать. И тогда вы будете понимать, что, например, самолетный компонент или дальнобойная ракета – это важный элемент для проведения эффективных наступательных операций и так далее. Меньше нужно ждать от роботов чего-то, если есть возможность самому развиваться и так далее. Что касается доктрины геополитической, на сегодняшний день действительно эта война полностью перепишет и формат безопасностного контура, и формат политического контура глобального политического процесса. Россия не будет как субъекта. Как страны вы имеете в виду? Нет, как субъекта глобального политического процесса. А кто ее будет представлять? Китай? Как страна она останется, это не важно, кто будет представлять. Я бы, честно говоря, и не гипертрофировал роль и место Китая, потому что Китаю нужно тоже все-таки более глубоко понимать и природу сегодняшних явлений, происходящих, и трансформационных явлений, и важность отойти от России, потому что Россия находится на финале своего исторического развития. Вот и все. То есть, на мой взгляд, вот эти все стратегии уже, очевидно, меняются. Тут можно много, конечно, писать об этом. Но мы это учитываем. Главное, это не то, что учитываем. Мы являемся непосредственным актором в перестройке глобальной политической системы и очень активно на нее влияем. Но тут очень важно. Меньше чипов, больше книг. Вот еще интересно такое сравнение. Вы говорите о том, что происходит в России процессы, которые ее избавят от субъектности. После советского путча 1991 года Горбачев удержался при власти всего три месяца, по-моему. И как вы думаете, после вот этой дегларификации вагнеровцев Кремлю удастся удержать режим? Нет. Дело не в Кремле. Дело в том, что неудавшийся переворот Вагнера, неудавшийся мятеж Вагнера обозначил то, какой Россия на самом деле страной является. Абсолютно слабой, абсолютно гнилой изнутри, абсолютно отсутствующей с точки зрения силовой вертикали, управленческой вертикали, с абсолютно никчемной элитой, которая очень труслива и в случае возникновения существенного кризиса, особенно на внутреннем пространстве, убегает. А кроме того, этот мятеж, неудавшийся, показал, каким обществом является российское общество. Это общество люто ненавидит свою нынешнюю элиту и, в принципе, хочет неценностную революцию. Это парадокс неценностной революции, которая проходит в развитых странах, в том числе в Украине, а хочет получить такой конкретный бунт, чтобы прийти в дома представителей элиты и растерзать их. Вот почему элита сейчас находится в крайне паническом состоянии. Она понимает, какой народ будет у них спрашивать за все, что они с ними делали. То есть, грубо говоря, сейчас элита не то, что пытается взять под контроль ситуацию после неудавшегося мятежа Вагнера. А сейчас элита российская думает о том, как спрыгнуть с этой ситуацией. С какой именно вы имеете в виду? Я имею в виду, как вообще выйти из управления Россией. Я бы так сказал. Вот это путинская составляющая элиты, ну, за исключением Путина, потому что человек абсолютно нереален, ну, то есть нереалистично мыслит, ну, то есть человек находится в измененном психическом состоянии. Это очевидно. Он не то, что войну не понимает, что происходит. Он не то, что не понимает, что в России происходит. Это человек действительно, который, ну, просто вот ему нравится пить чашечку кофе и смотреть, как убивают детей при атаке крылатой ракетой, например, многоквартирного дома во Львове. То есть он просто вот хочет видеть это. То есть, соответственно, это психически измененное состояние, на которое вы уже не можете повлиять рациональными доводами. А вот представители другие, другие представители его окружения, они четко сейчас увидели после неудавшегося мятежа Пригожина, что их не переваривают. К ним относятся крайне негативно и к ним придут обязательно не разговаривать о том, что, может, вы там отдадите часть полномочий, часть богатства и так далее. Нет. Их придут именно растерзать. Отличная классическая русская история. Смута с последующим уничтожением представителей наиболее одиозной элиты. Ну, смута сколько шла в Средневековье тогда, да, там, в России? Чуть-чуть быстрее все будет, потому что все-таки время информационное, чипов же много сделали. Да, вы же, да. Я думаю, как раз там чипы свою роль сыграют. Потом, кстати, после смуты пришел уже Романов к власти, их династия. Да нам, честно говоря, безразлично, потому что Россия, в принципе, сейчас идет к финалу истории. Вот Фукуяма, конечно, написал конец истории, но вот он написал, например, конец истории России, надо было написать. На самом деле, потому что Россия действительно, с точки зрения своих конкурентных возможностей на глобальном рынке, действительно абсолютно бесполезна. То есть у нее нет ни ресурса, ни инструмента, ни перспективы, ни, собственно, важности для последующего развития человечества как такового. Я просто всегда задаю вопрос, а зачем эта страна нужна вообще? Я не задаю вопрос, зачем нужна Эритрея, допустим. Я понимаю, что на африканском континенте страны должны существовать. У меня вопрос, а зачем должна Россия, которая претендует на какие-то глобальные изменения глобальных правил? То есть убрали страну, которая абсолютно не нужна, и, соответственно, у вас тогда правило начинает работать. Ну, то есть, грубо говоря, нарушителя вывели из класса, из класса человеческой цивилизации, и, соответственно, класс начал нормально учиться, смотрит, ах ты, елы, это не только шчипы есть. Ну да, если говорить о цивилизации в целом, о человеческом таком большом факторе. Россия не генерирует ничего, никакой добавленной стоимости современной цивилизации. Она не технологическая, не гуманитарная, не финансовая, не, я там не знаю, какие-то философские смыслы. Ничего этого не генерирует. Она генерирует только абсолютно невоспитанное, хамское, не знающее, кстати, русский язык стадо, которое приходит в виде, стадо не совсем корректно по отношению к саранче, которая в виде саранчи приходит на чужие территории, обгрызает эти территории и идет дальше. Но пока Украина держит, почему пойти дальше на Евросоюз. А вот это, кстати, между прочим, очень важный момент, почему, собственно, эта война сегодня выглядит несколько иначе. Потому что, что произошло в начале войны, когда Россия волнами заходила на территорию Украины, у наших западных партнеров возникло ощущение, что вот быстро падет Украина, и после этого вот эта орда, вот эта саранчевая толпа придет на их территорию. Неважно, в каком виде, ну, в виде доминирования. А сейчас, когда Украина это удержала, и наши западные партнеры понимают, что эта саранча никуда дальше не пойдет, а будет на востоке, благодаря Украине, страх прошел. И тогда, давайте-ка мы сейчас порассуждаем, вот кофе, налейте нам кофе, пожалуйста, а давайте мы порассуждаем, вам точно атакамцы нужны? Ух ты, вам же нужны еще леопарды. Да не, ну подождите, леопарды нам нужны. Мы обязательно порассуждаем. Еще короткий вопрос по поводу того, если вы говорите, что Украина защищает. А как же Запад поможет в плане репараций с будущей Россией? Как только Россия проиграла, многие вопросы, которые сегодня кажутся неразрешимыми, сложными, будут решены в считанные дни. Первое, это членство НАТО. Второе, это репарации через возврат Украине арестованных активов Российской Федерации. Третье, это несомненный международный трибунал, быстро сделанный, подписанный там, либо резолюцией ООН проголосованный, либо подписанный межгосударствами и так далее, на базе какого-то института судебного в той или иной стране, третьей стране, не в Украине, и так далее. И Россия будет спокойно выдавать всех своих военных преступников, потому что Россия будет, знаете, это же Россия, она же будет думать, мы выдадим преступников, и таким образом какие-то санкции будут немножко ослаблены. Ну, они всегда своих сдают. Россия – страна, идеально сдающая своих. Спасибо, Михаил, за ответы. Еженедельно у нас на канале Freedom Михаил Подоляк и я, Алексей Мацука, обсуждаем и рассуждаем на темы человечества и глобального мироустройства.